Глава Казахстанского нацбанка Григорий Марченко отметился редким для себя политическим предложением. Он считает, что судить бизнесмена и политика Мухтара Блязова надо в Европах. Тем самым гражданин Марченко словно выразил личное недоверие независимой судебной веке власти. Как бы наши судьи и прокуроры не старались, даже если все сделать полностью прозрачно, все равно вдогонку будут говорить, что его сосудили. Хотя он никакой не политик. Правильнее для всех было бы, чтобы его судили в Англии или Франции. Но по-честному дали ему заслуженный им срок и чтобы Блязов там этот срок провел. Эту точку зрения никак не разделяют прогосударственные активисты, которые создали коалицию по принудительному возвращению Мухтара Блязова на родину. Я считаю, что он должен в первую очередь отчитаться перед своим народом, перед своими людьми, перед своими друзьями, перед своими родственниками и доказать свою невиновность, их ли он не виновен. И те деньги, которые ушли из бюджета нашей страны, должны вернуться в бюджет нашей страны. Юрист Сергей Злотников в известной степени иронизирует. Он предложил главе Нацбанка заниматься своими прямыми обязанностями. В Казахстане хватает своих прокуроров. Теоретически, конечно, возможно, но я не представляю, как это вообще может быть. И поэтому там же конкретные составы преступления, которые якобы представляются. Его нельзя называть преступником, поскольку еще нет решения суда. И суд должен решать. Но и Украина, и Россия, и Казахстан делали такие запросы экстрадиции. В данный момент Мухтар Аблязов по-прежнему находится под арестом во Франции и ждет решения суда. В Казахстане он не осужден даже заочно, хотя это давно и активно практикуется политическим руководством страны, когда дело касается идеологических противников действующего режима власти.